Всем привет! Вот мой финиш Феи Луны. Извиняюсь, если слышно звуки неприятные, но дом достаточно теплый, поэтому я открыла окно. Так вот, я закончила свою Фею Луны. Начала ее 26 января, закончила 24 марта, то есть практически 2 месяца. Я посчитала, что всего вышивальных дней было 28. Процесс был очень легкий, приносил удовольствие только. Так что вот, теперь покажу поближе. Так, Луна. К сожалению, свет непонятно какой. Луна, в общем-то, я ее переделывала. Отшивал я ее ниткой Рэмбл Гэллори. Силклэмбрейт. Она, то есть, такая шелковая с металликом. И вот добавила по краям бисера. Эту идею я, так сказать, украла у девочки с Инстаграма, которая тоже отшивала эту работу. Мне эта Луна намного больше нравится, чем оригинальная, потому что в оригинальной она какая-то громоздкая. И, ну, в общем-то, мне она не очень нравится. Далее идет волшебная палочка. Я сделала ее одной ниткой, но не знаю, видимо, возможно, она будет либо подтянуть, либо при натяжке уже натянется. Идет вот такая искра, если так можно назвать. И от нее идут бисеринки. Всякие созвездия, луны. Далее идут облака. И само платье. К сожалению, цвета какие-то темноватые получаются. В жизни, ну, более... В жизни получше выглядит все это, как-то органичнее. И крылья. Крылья я также... В один символ я добавила металлик. Это был кренник от 032, блондинк филамент. Вот в один символ я добавила его. И сама девочка, девушка-фея. Лицо я отшивала аппетитом. Получилось, вроде бы, достаточно неплохо для второго раза. Хотя первый раз там была достаточно часто смена ниток. И я бы не сказала, что можно было набить руку. Но результат мне в целом нравится. Только вот видно границы. Переход с одного символа на другой. Также я брала нитку не по оригиналу, как было в схеме. А штук изменяла. Но расскажу об этом попозже. Так что вот такая девушка. У меня получилось. Организация у меня была вот такой коробки. Из-под планшета. Ниток было вот столько. Вначале, по-моему, чуть ли там не до края доходило. Ну, практически. И вот в течение процесса ниточек значительно стало меньше. В общем-то, начнем с кожи. В оригинале идет, по-моему, просто крестик вот этого цвета, этого и вот этого. Но я посмотрела видео Юлии Лишенко. Она какую-то русалку, по-моему, отшивала. Или что-то другое. Я не помню. В общем-то, из-за того, что аппетит увеличивает, делает цвета более насыщенными, то все это, скорее всего, выглядело бы не очень. Я вот тут отшивала ножку, еще не переделав, но мне она показалась больно темноватой. В общем-то, я брала вместо вот этого, 948, я брала бленд 754 плюс 948. 754 также оставался 754, а вот 758 я делала опять-таки бленд 758, 754. Также бэкстич я изменяла. Он мне тоже показался слишком ярким. В оригинале идет 356, я заменила на 3778. И сказала бы я тут, что я бы переделала губы. Ну вот бэкстич именно я бы, наверное, сделала поярче, но что-то мне как-то не хочется и вень. Так что, скорее всего, так и останется. Так. Достаточно много ниток уходит белого цвета. По саге у меня было написано, там чуть ли не три мотка уйдет, но у меня ушло где-то два с половиной, даже меньше. Я даже приготовила четвертый моток, мало ли. Ну, то есть сага достаточно много делает запасом. Вот так. Далее ушло... У меня был неполный моток 822-го. И он у меня в процессе закончился неожиданно. Пришлось ехать в Леонардо. Каково было мое удивление, что там не оказалось этого номера. Пришлось выбирать... Ну, набирать в интернете замену. Я взяла замену в гамме. Так как у меня с собой не было этой нитки, я взяла замену в гамме. Это 3225. И в Анкоре 390-й. Так, у меня осталось немного 822-го. И, в общем-то, получил... Я думала... Я еще думала, что вот этот цвет, он слишком светлый. Почему-то я думала, что он темнее 822-го. Но оказалось наоборот, что Анкор оказался потемнее. И вот в одном месте, как раз-таки в переходе, по-моему, вот тут вот. Если вот отдалять, то, по-моему, видно. Хотя, кто его знает, просто тут идет такая шахматка один через один. И, возможно, это просто так сыграло свою роль, что как раз-таки именно на этом моменте совпало. Но, в целом, издалека смотрится нормально. Ну, ничего так. И также есть замечания по поводу юбки. Мне не совсем нравится вот этот фрагмент. Он получается достаточно темноватым по сравнению с остальной юбкой. Я бы сделала ее все-таки... Вот этот фрагмент я бы сделала посветлее. Но мне что-то так хотелось уже закончить. Как раз-таки я вот этот фрагмент напоследок оставила. Там буквально 2-3 тысячи оставалось. И я просто уже хотела быстрее закончить, чтобы быстрее увидеть всю эту красоту вместе. Так что отшила как было. Так, дальше. Органайзер у меня был только такой. Так как я недавно все перемотала на бобинки, то иголку я вставляла прямо в бобинку. А органайзер мне понадобился только для блендов. Тут было, по-моему, 5 или 6 блендов всего. И я просто порядки их вот так расставила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И смотрела, если что, какой... Ну, чтобы не запутаться, смотрела, что в посаге. Какой где стоит. Также... Иголки. Я бисер пришивала вот таким набором. От пони. Заказывала на зоне. Аж за целых 20 с чем-то рублей. Тогда как раз была бесплатная доставка. Тут были 10, 11, 12 иголки. И одна иголка 11 размера у меня, по-моему, погнулась. И мне пришлось ее выкинуть. Также у меня погнулась одна десятая, но она пока в нормальном состоянии. То есть ей можно пользоваться. Ну, если что, впоследствии выкину нитку. Бисер я прошивала. Немо. Немо, так, по-моему, называется. Она очень мне нравится. Ну, она не прозрачная, но при работе ее не видно. То есть, ну, конечно, если присматриваться ее, можно заметить. Но я не буду стоять около работы и смотреть, видно там нитку или нет. Тем более, если там какой-нибудь посторонний человек посмотрит, он даже, мне кажется, не обратит на это внимания. Так что смысл там покупать эту леску Юли, которую многие рекомендуют, из-за того, что она прозрачная? Мне кажется, нет. Ну, из-за того, что она вроде как плохо себя ведет в процессе. И я не готова, в общем-то, мучиться. Вот так. А также вот этот бисер темный. Почему-то, я не знаю почему. Я пришивала 37-40. Не знаю почему. У меня есть также черная нитка, вот эта Немо. Но я почему-то выбрала эту. Так, бисер. Так как я луну не отшивала бисером, то вот этого цвета мне хватило одной коробки. И я, на самом деле, не помню, то ли вот это у меня было две коробки, а вот этого три, то ли наоборот. Но, в общем-то, мне все хватило. Вот этот, можно сказать, нет. Ну, где-то четверть, наверное, ушла. Тут тоже. В общем-то, достаточно хорошие остатки остаются. И вот этот бисер я покупала в шелковой ните. Заказывала 200 штук. Потому что не видела смысла покупать целую коробку. И достаточно много тут осталось. И, кстати сказать, бисер Милхилл не идеален. У меня достаточно много брака, я бы сказала, за такую цену. Блин. Так. В общем-то... Не видно, наверное, извиняюсь, что такое лип. Ну, коврик собирает грязь. В общем-то, они все... Это некоторая часть. То есть, вот видно, что не ровный. Потом вот. Вот это какой-то вообще квадратный. Это из... Из другого бисера был. Вот эта бисеринка лежала вот в этом зеленоватом бисере. И она точно не отсюда. Потом вот эта больно тонкая. С одной стороны и толстая, с другой. Но еще был брак, я его выкинула. В общем-то... Бисер далек от идеала. Также еще и вот этот фиолетовый, сиреневый. Он тоже иногда попадается. Что с одной стороны он не круглый, а такой квадратный. Тут, наверное, сейчас все не найдешь такого. В общем-то, вот так. Потом... Потом... А, ну, пользовалась я липким ковриком. Уже говорила в видео про Викторию. Вот такой коврик. Я его помыла. Он у меня уже испачкался. И когда я его помыла, он был таким нелипким. Я даже испугалась, что у него ушло покрытие. Но он опять стал липким. Так что вот. Я пользовалась... Как я сказала, в крыльях я использовала металлик. Видно его чуток. Это был L32 Planning Filament. Ушло. Я не знаю, сколько ушло. Тут абсолютно непонятно, сколько ушло. И так же по металлику. В луне я выбирала, думала взять одну-две нитки обычного хлопкового мулине. И добавить вот этот Treasure Braid. Но все-таки остановилась уже на Silk Lame Braid. Волшебную палочку я делала вот этим номером. У меня был вариант вот этим заменить. Но мне показалось очень активный желтый. И слишком много... Ну, не понравился, в общем-то. Иголки обычные 26-е гамовские. Ну, в целом, наверное, все. Да. Все, я бы сказала. Так что... Вот так. Давайте поближе еще раз покажу. Основа у меня 27-го каунта, покрашенную вручную. Вроде как я покупала ее у другой вышивальщицы. Она, вроде как, заказывала эту ткань специально для этого дизайна. Скорее всего, возможно. Чуток подсела снова, но кто его знает. В общем-то, размер готовой работы 47 на 48, если я не ошибаюсь. Достаточно большая, особенно вживую. Такая большая, да. И насчет также ткани. Вот видно вот эти вот полосы. Так. Вот тут полоса. Вот тут полоса. Ну, они, в общем-то, на одинаковом расстоянии. Вот тут. Тут. С другого конца. И также есть горизонтальные. И официNow. С другой командир. Продолжение следует. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...